В Роспотребнадзоре предложили понизить температуру горячей воды. Таким образом, предлагается экономить на нагреве. Если предложение примут, то максимальная температура горячей воды будет всего 50 градусов. По задумке, платить меньше будут и жильцы многоквартирных домов. Но, судя по эксперименту моей коллеги Алены Бензика, мячи переплачивают уже сегодня. Горячая вода в домах до норматива не дотягивает. Замеры будем делать в разных районах города. Для чистоты эксперимента выберем средние этажи типовых панельных многоэтажек. Ну, а для точности наших показаний сливать воду будем целых три минуты. Ленинский округ, улица Калинина. Открываем кран на всю. Температура воды может быть 70 градусов, а это уже ожог первой степени. Но хозяин квартиры Дмитрий спокойно трогает ее рукой. Вот даже сейчас льется абсолютно горячая вода. Я держу руку и не сказал бы, чтобы она настолько горячая, как нужно. Вместо 60 градусов всего 37. Это подтверждает шкала термометра для купания младенцев. А вот в доме на Звездово Куйбышевского округа пенсионерка Галина Семеновна моет посуду исключительно горячей водой. Ну, в принципе, ей можно и мыть, и разводить. Хотя в ванной комнате температура воды достигает неплохого результата – 56 градусов. Но выше 60 нигде не поднимается. Специально градус никто не понижает. Горячей воды может не быть по разным причинам. Поставщик не соблюдает температурный график, изношено оборудование или воду в квартирах льют неравномерно. Но чаще амичи переплачивают за недогретую воду из-за системы горячего водоснабжения. Она в Омске открытая. Это проблема нетипичная. Все города Сибири подключены по горячему водоснабжению зимой и летом по закрытым схемам. Город Омск – это исключение. Но так сложилось у нас как бы вот исторически. Кипяток идет к дому, а ТЭЦы быстро остывает. Эксперты отмечают, выгоднее получать горячую воду по закрытой схеме, когда вода нагревается в подвале дома. После циркулирует по кругу. Остается лишь поддерживать температуру. Но на такую систему город перейдет не раньше, чем к 2020 году. По закону, если температура горячей воды в доме не выше 40, то плата за нее вообще должна быть как за холодную. Но перерасчет требуют немногие. Между тем, Роспотребнадзор уже предлагает в целях экономии снизить температуру еще на 10 градусов. Эксперты уже подсчитали, что в таком случае ее расход увеличится на 40%. Выгодно это будет только поставщикам. Они сэкономят на нагреве. Алена Бензик, Константин Демиденко, Евгений Слепов. Новости здесь Омск.